Привет дорогие зрители канала интернет-магазина SmartShop CRU, а наконец-то долгожданная презентация новых телевизоров Philips 2020 модельного года. Сегодня очень важная информация для вас, если вы захотите вернуться к какому-то разделу и посмотреть его еще раз, не забывайте, что на каждом видеоролике я стараюсь делать тайминг для вашей удобной навигации, достаточно переместить курсор и вернуться к тому разделу, который вас интересует. Сегодня мы поговорим о технологиях, которые будут применяться в 2020 году. Это возможно будут уже знакомые вам технологии, а также новинки, которых еще не было у телевизоров Philips. Итак, мы начинаем презентацию телевизоров Philips 2020 модельного года. Все телевизоры Philips производятся на европейском заводе в Польше. Площадь завода составляет около 100 тысяч квадратных метров, в котором вы найдете 10 сборочных линий, одна линия для запуска новых моделей, три линии по производству материнских плат, то есть материнские платы собираются прямо на этом заводе. Там же есть и тестовые лаборатории, где проходят тесты, каждая телевизор и каждая новая линейка. Есть центр восстановления панелей и есть центр ремонта телевизоров. Также полностью завод соответствует всем международным стандартам качества производства, поэтому распечатывая телевизор Philips, вы точно можете быть уверены, что телевизор соответствует всем мировым стандартам качества производства. Что касается маркировки, очень важная информация. Первые цифры обозначают размер экрана, далее у нас идет набор букв, первая из которых обозначает, что это производство Philips, то есть это телевизор Philips. Далее мы видим тип панели. Если там будет буква H, то есть вторая буква H это HD разрешение, F это Full HD разрешение, U это Ultra HD разрешение и отдельным наименованием идут телевизоры OLED. Дальше буква S обозначает тип цифрового тюнера. В данном случае это DVB-T, T2, C и S2, то есть для приема цифрового наземного и спутникового вещания. Вы можете кабельное цифровое принимать, T2 принимать и спутниковое вещание тоже можно принимать. Дальше у нас идет серия. Чем выше серия, тем более премиальный телевизор перед вами. Под серия тоже важна для изменения моделей. Дифференциатор чаще всего обозначает изменения в дизайне, поэтому чаще всего замечая эту цифру, вы можете определить цвет телевизора, который вы выбираете. И последняя цифра, очень важно, это год запуска линейки. Пятерка обозначает 2020 модельный год. Шестерка будет обозначать 2021. Прошу обратить ваше внимание, что по логике четверка это 2019 год, но не всегда это обозначает то, что телевизор произведен в 2019 году. В 2020 году мы еще увидим телевизоры с окончанием 4 в конце, это значит, что это линейка 2019 модельного года. Ну и также вы спрашиваете часто, что такое Drop 12, это регион. То есть телевизоры, которые идут с таким обозначением, предназначаются для эксплуатации в Европе. Далее мы с вами посмотрим, чем отличается компания Philips от других производителей. Конечно же, это уникальная технология Ambilight задней подсветки. О ней я говорил в различных обзорах телевизоров, которые вы можете наблюдать на моем канале, поэтому если вы еще не видели, заходите, смотрите, как это работает. Дальше они доработали свой процессор P5 Perfect Picture Engine. Там есть изменения и улучшения, о которых мы поговорим обязательно чуть позже. Также технологией Smart TV применяется различные операционные системы на ваш выбор. В доступных решениях это SAFI, в более дорогих телевизорах это Android TV. Инновационные звуковые решения, о которых мы тоже с вами поговорим. Ну и конечно используется премиальный европейский дизайн, потому что у компании Philips работают европейские специалисты и европейские дизайнеры, которые готовы удивить вас и вы в каждом телевизоре Philips найдете для себя что-то интересное. По крайней мере 2019 год показал нам это. Итак, дорогие зрители, мы переходим непосредственно к линейке телевизора Philips 2020 года. Я хотел бы отметить то, что в каждой модели я буду находить особенности и по мере роста линейки я вам буду рассказывать и интересные технологии, которые появляются в том или ином телевизоре. Поэтому слушайте внимательно, смотрите и повторюсь, вы можете вернуться к той или иной серии, непосредственно перемотав курсором на этом видеоролике. Что новенького в линейке телевизора Philips? Во-первых, она стала проще для выбора для клиента. Она делится всего лишь на три основных линейки. Это базовые телевизоры Philips без смарта, это Philips Smart TV на базе операционной системы SAFI и Android телевизоры на базе операционной системы Android. Давайте подробнее немножко на Philips Smart TV мы остановимся. Там используются матрицы IPS и VA, диагонали от 24 до 70. Все матрицы будут 50 Гц. Что касается Android телевизоров, там будет операционная система Android, панели все идут Ultra HD, матрицы идут VA, IPS и OLED и диагонали начиная от 43 и заканчивая 70 дюймов. Тут уже матрицы присутствуют и 50 и 100 Гц. Итак, давайте начнем с базовых моделей телевизоров 2020 года, начиная с самой небольшой диагонали 24 дюйма. Это будет серия 5505. Этот телевизор обладает всеми тюнерами DVB-C, T2 и S2. То есть подключить к нему можно и спутниковую тарелку, и наземное вещание, и кабельное цифровое. Технология обработки изображения Pixel Plus HD даст вам естественные цвета, частота матрицы 50 Гц, встроенный медиаплеер, который позволит читать большинство форматов, и классический дизайн с боковыми ножками. Все просто, лаконично и хорошо. 5525 это тот же телевизор, только в серебристом цвете корпуса, тоже выпускается в 24 диагонали. Модель 24 PFS 5525-12. Кстати, мощность звука у этих моделей составляет 6 Вт, то есть 2 динамика по 3 Вт. Тоже все тюнера присутствуют. Дальше модель 5505, серия 5505. Это 32 и 43 диагональ. В 32 диагонали мы наблюдаем разрешение HD, в 43 диагонали мы наблюдаем разрешение Full HD. Телевизоры без смарта, но с технологией доработки изображения Pixel Plus HD, частота матрицы 50 Гц, встроенный медиаплеер, функция паузы цифрового эфира, мощность звука здесь уже выше 16 Вт, то есть 2 динамика по 8. Также в этом телевизоре присутствуют абсолютно все тюнера для приема цифрового и аналогового телевидения. Дальше мы переходим к смарт-телевизорам Philips 2020 года. Мы все знаем, что телевизоры смарт делятся на 2 платформы. Это операционная система САФИ, которая разработана компанией Philips на базе Linux и Android платформа. САФИ у нас обладает доступной ценой и хорошей функциональностью. На свои деньги, поверьте, там есть все. Если вы используете в основном YouTube, в основном какие-то сервисы Megogo, SweetTV, DivanTV, поверьте, это все там доступно. А также платформа САФИ обладает браузером на базе HTML5, что позволит вам, подключив мышку, смотреть видеоролики прямо в браузере. Поэтому переходить по вашим любимым сайтам и смотреть фильмы у вас точно получится. В ближайших обзорах мы посмотрим, как это работает. Итак, серия 6605 со Smart TV. Здесь мы можем увидеть классический европейский дизайн с боковыми ножками, функция Smart TV на базе операционной системы САФИ, встроенный USB медиаплеер, функция паузы цифрового эфира, панель 32 диагонали идет Full HD, технология Pixel Plus обработки изображения, уже есть поддержка HDR10 и HLG, частота обновления панели 50 Гц, плюс технология Natural Motion, доработки частоты кадров. Поэтому динамика здесь должна быть на уровне. Мощность звука неплохая для 32 диагонали 20 Вт, все тюнера присутствуют, Wi-Fi поддерживается 1 диапазона 2,4 ГГц. Две антенны, которые на постоянной связи с Wi-Fi роутером, позволят вам получить стабильный интернет и хорошую работу Smart TV. Также отмечу, что в 6 серии Smart TV у нас 4-ядерный процессор и 1,5 ГБ оперативной памяти. Это достаточно для того, чтобы работать с этой операционной системой и поддерживать разрешение Full HD. Далее мы переходим к серии 6805 и видим, что впервые в 24 диагонали компания Philips решила выпустить телевизор на операционной системе Safi. Это очень удобно, потому что многие хотят купить известный европейский бренд, который обладает надежностью и, конечно же, высоким качеством картинки. Этот телевизор уже есть на сайте SmartShop.ru.ru, ссылка будет в описании, можно переходить и уточнять цену на эту модель. Что мы здесь видим? Операционная система Safi, встроенный USB медиаплеер, функция паузы цифрового эфира и дальше дизайн с боковыми минималистичными ножками. Очень красиво смотрятся ножки в этом телевизоре, хотя в основном такие модели вешают на стену, но в то же время, если у вас там красивая тумба, он будет отлично смотреться. И еще очень важный момент, это то, что в 24 диагонали вы получаете Full HD разрешение. Также здесь присутствует технология обработки изображения Pixel Plus HD, поддерживается формат HDR10 и HLG, частота обновления панели 50 Гц, плюс технология Natural Motion, которая позволит улучшить динамику. Мощность звука 6 Вт, то есть 2 динамика по 3, цифровой тюнер DVB-C T2 и S2, Wi-Fi 2.4 ГГц поддерживается. И есть функция Screen Mirroring, о которой я вам забыл упомянуть. Это возможность выводить информацию с вашего смартфона прямо на телевизор, если ваш смартфон поддерживает такую возможность. Короче говоря, в 24 диагонали довольно интересный вариант с Full HD разрешением картинки и с поддержкой всех современных технологий. Далее 6805 серия, это 32 и 43 диагональ. Все то же самое, поддерживается HDR10 и HLG, есть Natural Motion, частота обновления панели 50 Гц. Мощность звука здесь усилена, 20 Вт, то есть 2 динамика по 10, поддерживается Wi-Fi стандарта 2.4 ГГц. Пульт довольно привычный по прошлым моделям 2019 года. 6855, обратите внимание, это аналогичная модель, только в сером цвете корпуса. Она выпускается в 32 и 43 диагонали. Здесь все то же самое, тот же звук, та же панель и операционная система SAFI с поддержкой воспроизведения форматов HDR10 и HLG. Ну и дорогие зрители, наконец мы переходим на уровень уже высоких технологий и в телевизорах даже на операционной системе SAFI в базовых моделях с Ultra HD разрешением применяется процессор Philips P5 по обработке изображения, который выводит его на новый уровень, дорабатывая и улучшая качество картинки. Что же нам дает этот новый процессор, который доработан? Конечно же, начиная с базовых моделей, начиная с линейки 7505, вы можете обратить внимание, что поддерживается формат HDR10, HDR10+, Dolby Vision и HLG. Это замечательно, потому что компания Philips никогда не ущемляет своих клиентов и даже если вы выбрали базовую модель в линейке 2020 года, а базовая модель с разрешением Ultra HD начинается с 75 серии, вы наверное уже обратили внимание, что 65 серия перешла в 75 серию. Поэтому даже с базовой линейки вы уже имеете возможность смотреть Dolby Vision, а также вы можете смотреть контент HDR даже с YouTube. Поэтому процессор мощный и процессор качественный установлен даже в самых базовых моделях. Не будем долго останавливаться на этом, я вам просто делаю акцент, что компания Philips дает вам возможность купить доступный телевизор и получить максимум его возможностей. Итак, дорогие зрители, мы переходим к линейке телевизоров 4K с функцией Smart TV. Что хочется отметить, здесь есть панель 4K, разрешение 3840х2160 и здесь нет белого субпикселя, матрица изготовлена по технологии RGB. Все матрицы имеют 8 бит плюс ферси, технология P5 Perfect Picture присутствует в этом телевизоре. И отдельно еще раз заостряю внимание, что поддерживаются форматы HDR10, Dolby Vision, YouTube HDR и HLG. Поэтому даже в базовой линейке, которая перешла с 65 серией в 75, вы уже получаете максимум возможностей для просмотра качественного контента. Частота обновления панелей 50 Гц плюс Natural Motion, технология доработки динамических сцен. Мощность звука 20 Вт, цифровой тюнер DVB-C, T2 и S2. Wi-Fi поддерживается 2,4 ГГц, 2 антенны и поддерживается функция связи с вашим смартфоном через Screen Mirroring. Выпускается эта линейка в 43, 50, 58 и 70 диагонали. Матрицы будут применяться как IPS, так и VA в зависимости от диагонали. Более подробно мы с вами посмотрим уже в ближайших обзорах новой линейки 2020 года. 75-55 это аналогичный телевизор, который обладает серебристым цветом корпуса. По 2019 году было понятно, что светлые телевизоры все-таки пользуются большим спросом. Возможно потребителям надоели черные коробки и хочется взять в светлую комнату светлый дизайн. Поэтому компания Philips предлагает вам на выбор. Либо 75-05 с черным, либо 75-55 с серым дизайном. Абсолютно идентичный телевизор. Дальше дорогие зрители, мы переходим к линейке телевизоров, которые обладают функцией Ambilight задней подсветки. Я очень много рассказывал об этой технологии в своих обзорах. Поэтому если вас интересует дополнительная информация, возвращайтесь на мой канал и смотрите обзоры на модели 73 серии. Там вы можете увидеть сравнение телевизора с включенным Ambilight и без него. Вкратце скажу, что он расширяет видимую область изображения и снижает нагрузку на глаза, обеспечивает комфортное восприятие и вовлеченность при просмотре. И конечно же создает несравнимую атмосферу просмотра. Ambilight это технология, ради которой можно рассмотреть телевизор Philips. И честно говоря, много потребителей этих телевизоров действительно рады этой технологии. Поэтому с Ambilight у нас идет серия телевизоров 7805. Эти телевизоры обладают операционной системой SAFI, имеют встроенный USB медиаплеер, есть функция паузы цифрового эфира, панель RGB с разрешением 3840х2160, 8 бит с технологией FRC, технология P5 Perfect Picture присутствует. Поддерживаются все форматы Dolby Vision, YouTube, HDR, HLG и HDR10, частота обновления панели 50 Гц плюс Natural Motion, мощность звука 20 Вт, 2 динамика по 10, цифровые тюнеры абсолютно все есть и Wi-Fi поддерживается уже двухдиапазонный. Все телевизоры, которые имеют разрешение 4К, работают на 4-х ядерном процессоре. А также имеют 2 ГБ оперативной памяти, что позволяет довольно быстро запускать приложение и смотреть видео в высоком качестве. Эта модель выпускается в диагонали 43, 50 и 55 дюймов. Применяются матрицы как IPS, так и VA. Скорее всего в 50-й диагонали будет установлена матрица VA, как и в прошлом модельном году. В 43 и 55 мы увидим IPS, но более подробно поживем увидим, посмотрим в ближайших обзорах этих моделей на нашем канале. 78, 55 это модель в серебристом цвете корпуса и как вы видите популярность серого цвета растет, поэтому здесь больше диагональ. Здесь уже 43, 50, 55 и добавлены 65 и 70 диагональ. Большой телевизор для светлой комнаты в серебристом цвете корпуса отлично подходит. Далее мы переходим к телевизорам на базе операционной системы Android TV, которые мы увидим в 2020 году от компании Philips. С чего хотелось бы начать, это конечно же с телевизоров серии Performance. В 73 линейке они выпускались в 2019 году и рост продаж данной серии составил целых 75%. Получено 15 наград от именитых технических изданий Европы. Своё продолжение серия Performance получила в новых сериях Philips 8505 и 8545. Действительно дорогие зрители, я вам хочу сказать, что это крайне интересный телевизор, который удивил не только качеством изображения и звука, а еще и порадовал дизайном, поворотной ножкой, металлическим корпусом, быстрой операционной системой. Кстати, если вы хотите, чтобы ваш телевизор работал быстро, переходите на канале, уже есть видео по настройке операционной системы Android и ее адаптации. Что же поменялось в новой линейке? Ну то, что вы заметили, что она перешла в 8 серию. Здесь добавлены новые функции Ambilight, о которых мы чуть позже поговорим. Яркость панели увеличена на 50 кандел, их составляет 400 кандел на метр квадратный. Матрицы этой серии поддерживают широкую цветовую гамму WCG, о которой мы немножечко позже поговорим, и соответствуют уже выше стандарту на 90% DCI-P3. Прошлогодняя линейка соответствовала на 75%, поэтому количество отображаемых цветов увеличено. Что касается Wi-Fi, поддерживается AC формат 2.4-5 ГГц. Материал рамки остался металлическим и она осталась поворотной. Новый дизайн под саундбар, о нем поговорим немножко позже, и пульт дистанционного управления тоже изменился. Поэтому изменения в этой линейке есть, и они только в лучшую сторону. Что такое WCG в линейке 8505, 8545 и 9435? Обозначение WCG это аббревиатура от White Color Gamma, то есть буквально расширенная цветовая палитра или гамма. Конечно, вы скажете, что это схожее понятие с HDR, но если очень обобщенно, то HDR как бы в общем увеличит максимальную контрастность изображения, расширяет доступный цветовой диапазон, за счет чего достигается больше его глубина, насыщенность и детализация. WCG тоже расширяет этот самый цветовой диапазон, но гораздо более акцентированно и масштабно, делая так, чтобы оттенков красного, синего и зеленого и прочих цветов на экране стало заметно больше, именно в количественном отношении. Дорогие зрители, что хочется сказать проще, я не могу назвать эту технологию квантовыми точками, потому что компания Philips не заявляет об этом, но схожесть мы очень можем наблюдать. Эту схожесть я наблюдал еще в моделях 2019 года, потому что без технологии квантовых точек он показывает как QLED. Это я вам могу гарантировать. Вы должны это увидеть и увидите это в ближайших обзорах. Возможно, мы даже сравним QLED телевизор с серией 8505-8545. Новые функции Ambilight, о которых я упоминал ранее, что добавилось в 8 серии. В 8 серии, так же как и в 7 серии 2019 года, присутствует функция будильника. Вы можете просыпаться с помощью технологии Ambilight, которая имитирует восход солнца прямо у вас дома, поэтому это очень круто и замечательно. На выбор вам предоставлено 5 будильников, выбор мелодии фона, выбор громкости будильника и выбор местоположения для погоды, потому что когда вы проснулись, у вас на экране выводится еще информация о погоде за окном. Очень круто и это доступно как в линейке 2019, так и в линейке 2020 года. Смотрится очень круто, я вам в ближайших обзорах обязательно покажу. А вот новая функция будет доступна только для линейки 2020 года и называется она AmbiSleep. AmbiSleep создает приятную атмосферу для засыпания, так как после выключения телевизора яркость Ambilight медленно снижается до перехода телевизора в режим ожидания. Этот процесс сопровождается успокаивающими звуками на выбор, потрескивание костра, звуки дождя, шум прибоя, дуновение ветра и другое. Здесь вы можете выбирать цветовую гамму подсветки, выбрать интенсивность подсветки, выбор звукового сопровождения и выбор длительности режима засыпания. Очень круто, мне очень интересно увидеть это в действии, потому что чаще всего после тяжелого рабочего дня совсем не хочется уделять внимание новостям, фильмам, а хочется просто плавно перейти в сон и отдохнуть от тяжелого рабочего дня. Новые пульты дистанционного управления мы сможем наблюдать с линейки 7805 и 7855. Эти пульты уже будут подключаться по Bluetooth и поддерживать голосовой ассистент Alexa. Далее мы видим обновление линейки 85 серии. Особенностями этого пульта является то, что он стал длиннее, отделка пластиковым, резиновые кнопки и питание батарейки 3А. Посмотрим этот пульт вблизи и оценим удобство использования нового пульта дистанционного управления. Отмечу, что в новой линейке OLED телевизоров, а также в премиальной серии 9435, также обновлен пульт. Он имеет отделку кожи, имеет декор поверхности, имеет тиснение с логотипом и имеет подсветку кнопок. Поэтому о нем мы поговорим немного позже. Что касается серии 85, это самая популярная серия будет в 2020 году. И какие интересные изменения есть в этих телевизорах. Во-первых, я вам уже отметил, что расширен цветовой охват, поэтому панели здесь устанавливаются высокого стандарта и качества. Панели идут 8 бит плюс технология FRC, поддерживаются все форматы. Dolby Vision HDR и HLG, технология P5 Perfect Picture, частота обновления панели 50 Гц и технология Natural Motion позволяет работать с динамическими сценами. Мощность звука здесь 20 Вт, цифровой тюнер DVB-T T2 EC и поддерживается новый стандарт AC, а также частота 2,4 и 5 ГГц. Две антенны в телевизоре для качественного соединения с вашим роутером. Что касается диагоналей, которые будут выпускаться в этой серии, это 43, 50, 58 и 70. Обратите внимание, 55-й диагонали в 2020 году не будет в этой линейке. Что мы можем увидеть? Мы можем увидеть новый пульт, мы можем увидеть новые функции Ambilight, поддерживается функция Google Assistant и Google Cast. Это уже знакомо по предыдущей линейке. Android установлен 9-й версии, память 3 ГБ оперативной и 16-й встроенный, процессор 4-х ядерный. Также важная информация, задержка входного сигнала, так называемый Input Lag, во всей линейке телевизоров Philips, кроме OLED-телевизоров, составляет 20 мс. То есть до 20 мс это минимальное время отклика телевизора на входящий сигнал. 85-45 выпускается в большем диапазоне диагоналей, данная модель выпускается в 43, 50, 58, 65 и 70 диагонали. Абсолютно одинаковые характеристики, эта модель отличается от предыдущей линейки. 85-05 имеет матовую подставку, а 85-45 имеет хромированную глянцевую подставку. И что хотелось бы отметить, что в 70-й диагонали мы увидим ножки по бокам, все остальные телевизоры имеют центральную ножку еще и с возможностью поворота. Это очень замечательно и многим это нравится, когда вы имеете возможность повернуть ваш телевизор. Что касается еще изменений в дизайне, так как чаще всего под такие телевизоры отдельно приобретаются звуковые решения в виде саундбаров, тем более компания Philips еще предлагает широкий выбор саундбаров, здесь имеется изменение в дизайне. Высота ножки, там где мы имеем поворотную ножку, составляет уже 70 мм, как раз оптимальное расстояние для того, чтобы установить под ножку саундбар. Если это ножки по бокам, они регулируются от 19 мм, если в стандартном режиме. Также вы можете поднять телевизор на 70 мм и тоже установить саундбар. Аналогичная технология применяется и в телевизорах OLED. С поворотной ножкой мы имеем высоту 70 мм, а там где ножки по бокам, мы можем поднять телевизор на высоту до 70 мм. Если нам это не нужно, то высота составит 19 мм. Вот такие изменения есть в телевизорах. Далее мы переходим к звуковым решениям, потому что скоро нас ждет премиальная линейка телевизоров Philips. В звуковых решениях телевизоры Philips обладают следующими параметрами. В серии 5, 6, 7 и 8 обладают классической системой с применением двух качественных динамиков, направленных вниз. Мы с вами увидели, что размер этих динамиков небольшой, но звук очень хороший, поэтому достаточно для базовой линейки. Если вы захотите улучшить свой телевизор по звуковым параметрам, вы всегда можете приобрести саундбар. Тем более компания Philips в 2020 году сделала все для того, чтобы вы установили саундбар, и все это смотрелось премиально и замечательно. Что касается серии OLED 805 и 865, здесь применяется стереосистема с направленными вниз динамики и усиленным сабвуфером. В 2020 году мы имеем усиленный сабвуфер, потому что немножко размазан был бас в 2019. Я уверен, что в 2020 что-то интересное мы с вами услышим. И отдельная серия 9435 обладает системой класса премиум 2.1.2 Dolby Atmos. Там применяются динамики известной английской частной компании Bowers & Wilkins. Очень дорогой материал используется и система, которая состоит из пяти динамиков, о которой мы сейчас и поговорим. Итак, серия 9435 обладает технически теми же данными, что и 85 серия. Это 4К панель с расширенным цветовым диапазоном, 8 бит плюс технология FRC, поддержка всех современных форматов HDR, технология P5 Perfect Picture, частота обновления панели 50 Гц, технология Natural Motion присутствует. По Wi-Fi это аналогичный телевизор с 85 серией. Единственное, что здесь в презентации небольшая опечатка, 40 Вт. На самом деле здесь общая мощность звука 50 Вт. И из чего состоит этот звук, мы поговорим буквально через несколько секунд. Что касается самой компании Bowers & Wilkins, это компания, которая уделяет внимание мелочам. Поэтому мы очень надеемся, что телевизор звучит премиально, качественно и хорошо. Я в этом даже не сомневаюсь. И как только появится возможность, этот телевизор появится у нас в обзоре на канале. Выпускается эта модель в 55 и 65 диагонали. И что касается звука, здесь мы можем увидеть такую конфигурацию. Во-первых, дизайн от Bowers & Wilkins. Конфигурация звуковой системы 2.1.2. Общая мощность 50 Вт. Правый и левый твиттеры составляют 2 по 6 Вт. Сабвуфер 20 Вт. И верхняя фронтальная 2 динамика по 9 Вт. Также здесь мы можем найти технологии B&W Flowport и отделка натуральной тканью квадрат. Интересный телевизор для тех, кто ценит качество звука. Мы обязательно услышим его, как только он появится в Украине. И постараемся достать его на канал, чтобы вы тоже насладились качественным звучанием от Bowers & Wilkins. Я уверен, что этот телевизор поразит нас звуком. Что касается новых пультов дистанционного управления, которые будут применяться как в 94-35, так и в LED. Здесь пульт имеет следующие характеристики. Лицевая панель с декоративным металлизированным покрытием. Задняя панель с отделкой шотландской кожи. С тиснением логотипа Philips. Подсветка кнопок. Срок службы батареек порядка 6 месяцев. В питании 3А только алкалиновые батарейки стоит использовать в таких пультах, потому что они имеют постоянное и надежное питание. Ну и мы переходим, опять возвращаемся к качеству изображения, потому что нас ждет невероятный процессор P5 с искусственным интеллектом в телевизорах Philips OLED. В телевизорах Philips OLED добавлена технология искусственного интеллекта, о которой мы сейчас поговорим. В телевизорах OLED мы увидим новый процессор P5 с технологией искусственного интеллекта и программного обучения. Что такое технология P5, а и Intelligent Pictures. Данная технология объединяет результаты классификации контента нейронной сетью с многоуровневой технологией обработки P5. Для получения оптимальных параметров изображения с необходимым уровнем улучшения для определенного типа контента в реальном времени. Друзья, там будут доступны вам настройки для различного контента, как HDR качество, так и HDR качество. И будут доступны интеллектуальные режимы. О том, как это работает, мы обязательно увидим в ближайших обзорах OLED-телевизоров. Просто хотелось бы для вас отметить, что новый процессор с интеллектуальным обучением позволит вывести изображение на новый уровень и добиться просто невероятных, насыщенных и в то же время естественных оттенков цветов. Увидим, посмотрим пока это все в виде информации. Итак, серия 805 обладает дизайном с металлическими ножками по бокам, Android TV 9 версии, 4-ядерный процессор, память 3 и 16, 3 оперативные 16 встроенные, новые функции MB-Sleep и MB-Light будильник, поддерживаются функции Google Assistant и Google Cast, панель 4K OLED 10-бит, форматы все HDR поддерживают, технология P5 плюс искусственный интеллект, частота обновления панелей составляет 100 Гц, плюс технология Natural Motion, мощность звука 50 Вт, цифровой тюнер DWB-T, T2 и S2, поддерживаются все современные форматы Wi-Fi и 2.4 5 ГГц. Выпускается OLED 805 в диагонали 55 и 65 дюймов. Далее мы видим 865 модель OLED, она технически точно такая же, только обладает центральной ножкой, еще и с поворотом. Тоже выпускается в диагонали 55 и 65 дюймов, которая позволит вам разместить удобно телевизор на тумбе и еще и поворачивать. Также важной технической информацией по этим телевизорам будет яркость панели, она составляет здесь 1000 кандел на метр квадратный и также вы часто спрашиваете время входящего сигнала, время задержки входящего сигнала, так называемый input lag. Он составляет здесь до 40 миллисекунд. Тяжело назвать этот телевизор игровым, все-таки есть модели OLED с меньшим временем отлика, но связано это с тем, что процессор P5 с искусственным интеллектом обрабатывает информацию очень тяжело и плотно. Поэтому здесь вы получите высочайшее качество картинки в плане контента фильмов, видеороликов, HDR, Dolby Vision, все замечательно. Как игровой телевизор мы уже с вами сможем понять, подключив к нему игровую консоль. И учитывайте то, что 40 миллисекунд это время задержки входного сигнала. Это важная информация для тех, кто рассматривает себе игровой OLED телевизор для покупки. Вот такие вот технологии, дорогие друзья, есть в новой линейке телевизоров Philips 2020 года. Я как вывод могу сказать, что линейка стала более комфортней для выбора для клиента, потому что у вас появилось четкое разграничение между телевизорами. Либо это базовая модель, либо базовая модель со смартой на операционной системе SAFI, либо это уже Android телевизор с премиальными функциями, либо Super Premium, это уже OLED. Скорее всего мы не увидим телевизоры OLED с операционной системой SAFI доступные, поэтому если вы захотите высококачественное изображение, уже необходимо будет смотреть в сторону 8 серии OLED телевизоров Philips. Изменения в дизайне только в лучшую сторону, потому что добавили возможность и подумали о клиенте, который будет покупать саундбар. Обновили пульты дистанционного управления, хотелось бы на ощупь пощупать и посмотреть, насколько он стал удобнее, либо наоборот. Также есть новые звуковые решения и усиленный звук в телевизорах OLED, мы увидим это тоже в ближайших обзорах. Расширена цветовая гамма и цветовой охват в 8 серии. 8 серия станет самой популярной в 2020 году, точно так же как и 7 серия в 2019, только еще контрастнее, еще цветнее, еще интереснее. Добавлены новые возможности для комфортного просмотра, это начиная с 8 серии Ambilight будильник, Ambilight Sleep, который позволит вам действительно отдохнуть во время просмотра. Поэтому большое спасибо вам за просмотр этого видеоролика, подписывайтесь на канал, если вас интересует дополнительная информация, задавайте ее в комментариях. Спасибо вам за то, что вы смотрите канал SmartShop KRUA.